16 августа, Голубицкая продолжает жить, уже практически восстановилась после потопов, вода потихонечку уходит с улиц, и людей стало на улице, на улицах очень много, кстати говоря, открылись кафешки, мы вот недавно гуляли, здесь было все абсолютно закрыто, и, как вы видите, жизнь начинает кипеть снова в курортной станице на Азовском море, ларьки все пооткрывались, потому что, когда мы здесь проходили, ничего абсолютно не работало, сейчас посмотрим вообще, какая обстановка, сейчас активно со всех улиц выкачивают воду, и стараются провести курортные места в порядок, но кое-где, конечно, вода скапливается, почему? Потому что нет сходов, сегодня мы вам покажем, какая обстановка вообще есть, какие у нас еще есть затопленные места, куда лучше не соваться, многие деревья повалило, вы видите, еще мусор на улицах, ветки валяются, ух, как затопленные места, сегодня еще обещали у нас дождик, но это так, знаете, немножко поморосит и успокоится, вся вода все еще находится на базах отдыха, мы едем в сторону базы отдыха Кавказ или пляжа Кавказ, уже сегодня впервые за несколько дней вышло солнышко, как оно нас обрадовало, вы бы знали, сразу жара на улице стала, но непривычно, конечно, еще непривычно, так как стояла прохлада, так, сейчас у нас впереди лужа, подъезжая к Кавказу как раз таки, мы проедем? да проедем нормально или нет? как это нет? так что нет, затопление это еще есть, тут только откачивать, здесь же как бы асфальт, поэтому сейчас плывем мы, но люди уже отдыхают, что-то подальше? да, давай подальше проедемся, посмотрим, вода еще есть в станице, видите, как все перебираются вплавь по улицам, и все базы отдыха, все эти гостиницы в воде стоят, необычно все это видеть, конечно, и мы тем временем приблизились к базе отдыха Северянка, а здесь уже сухо, посмотрите, да, здесь нету воды совсем, да, здесь, где повыше, да, там именно нету, вот, кстати, вода есть, база отдыха Северянка, чуть-чуть, если не Зина, то все, вода стоит и никуда не уходит, и недавно отсюда с какого-то из детских лагерей эвакуировали детей, кстати, размещали где-то в объекте временного размещения, потому что вода подступила, вот она, видите, вся стоит, в общем, в принципе, вам понятно, я думаю, какая обстановка, там, где низины, все стоит в воде, там, где возвышенности, там все хорошо, сейчас мы поедем в сторону центрального пляжа, ну, в принципе, вы видите, да, как люди перемещаются сейчас по Голубицкой, в прошлый раз мы не смогли проехать до центрального пляжа, потому что воды там было очень много, куда бы мы не подъезжали, все было в водном плену, ну, надеемся, сегодня где-то вода ушла, и мы дойдем или долетим на квадрокоптеры, уж как-то точно мы доберемся до центрального пляжа. Самое интересное, как быстро все ожило, только первый солнечный день, и все, все ларьки, столовки, все магазинчики, все-все-все открылось. Идем. Идем. Мы едем по тому же самому маршруту, как в прошлый раз, посмотрим, ушла ли здесь вода, но, я думаю, меньше наверняка стало, потому что в том месте как раз стояла машина, которая откачивала воду с улиц. В прошлый раз мы оставляли вот здесь недалеко машину и шли пешком, потому что невозможно было проехать. В общем, до сих пор, значит, здесь очень много воды, да, только обходными путями. Разворачиваюсь. Так же и мы добирались. Ты что, туда едешь? Да. Ты что, зачем? Нет, конечно. Ты что? Так не надо. Разворачивайся. Это не стоит того, чтобы здесь заглохнуть. Сейчас я взлетела недалеко от центрального пляжа в Голубицкой. Я уже вижу, что вода практически сошла. То место, где была парковка, в принципе, воды уже нет. Единственное, просто грязно, очень грязно. Что касается самого центрального пляжа, озера, сейчас я подлечу к нему и посмотрим, что там, какая обстановка. Так, вода не сошла. Около озера, территории кемпинга, еще вода не сошла. Вода стоит, причем воды много. На картинге, насколько я вижу, тоже еще вода. Да, все в воде пока на центральном пляже. Но, в принципе, добраться уже можно. Бунгало. Бунгало стоят в воде. На центральном пляже, я вижу, есть люди, но их немного. Больше всего было на Кавказе.